Но ошибка выжившего — это не просто статистическое недоразумение. Она может поведать много о нашей жизни. Например, есть много книг о том, как Стив Джобс или Билл Гейтс или еще какой-то отец-основатель бросили учебу в колледже. И это подается как некий образец поведения. Мол, бросайте институт, чтобы освободить свою творческую энергию — рамки образования вас только стесняют. Эти успешные люди как будто подают нам свой пример. Однако при этом не учитываются люди, которые бросили учебу и не достигли таких высот. Более того, если посмотреть на большую выборку, то окажется, что люди, закончившие колледж, заметно успешнее тех, кто бросил. Они лучше живут, больше зарабатывают, с меньшей вероятностью залезают в долги. Когда мы пытаемся найти что-то общее у большого числа преуспевших людей, возникает проблема. Есть такая книга «От хорошего к великому». В ней автор отобрал 11 компаний, активы которых сохраняли высокую стоимость в течение 40 лет. После публикации люди стали следить за этими компаниями, и за следующие 10 лет акции шести из них опустились ниже среднерыночной цены. В общем, если оценивать достижения преуспевших людей задним числом, вы скорее больше узнаете об удаче, нежели о качествах человека. И самый неприятный аспект этого явления – как-то раз я обсуждал с другом, насколько справедлива жизнь. Действительно ли положение человека в обществе определяется его способностями, его усердным и честным трудом? Мой приятель высказался в том плане, что да, пожалуй, мир справедлив. И тогда я понял, что это очередной пример ошибки выжившего. Мир кажется справедливым в глазах тех, кто выжил, для тех, кто преуспел. Если же ты старался не меньше и при этом не добился результата, по отношению к тебе мир будет несправедливым. А успешные люди рассказывают истории о том, что свой успех они построили собственными руками, благодаря находчивости и упорству. Отчасти, может, и так. Но также, вероятно, что не обошлось без удачи. А те, кто трудился не меньше, оказались позади, поскольку им ее не хватило. А как известно, правила устанавливают победители. У них появляются ресурсы и влияние. И что же они говорят о проигравших? Что им не повезло? Или что они просто, ну, недостаточно приложили усилий? Самое грустное последствие этого эффекта то, что выживший диктует правила. Как это часто бывает в интернете, меня наверняка неверно поймут. Поэтому я сделал по скриптам. Я не намекаю на коммунизм, не говорю, что мы должны жить как хиппи. Я лишь хочу сказать, что информация, с которой мы работаем, выборки, которые нам доступны, отражают не всю картину, а лишь то, что до нас дошло. И нужно уметь выходить за эти рамки. В этом мой посыл. Учтите, что имеющиеся данные всегда неполны, а это неизбежно ведет к искажениям. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.